Значит, Роман Исаев, большое-пребольшое спасибо за 500 рублей сердечком. Вот, как говорится, без очереди по просьбе Фёдора Будаева, всем здоровья. Да, здоровья сейчас действительно всем не помешает. Я ради прикола просто решил камеру поставить, не спрашивайте, ребят, в другое место. Вот. И, собственно, как организовать концерт своей группы. Сегодняшняя у нас тематика, видоса с канала «Звук в руках». Ну, ребята, я в этом, так сказать, шарю. Вот. Я, конечно, на 700 человек не организовывал. Ну, вообще, в принципе, то есть, как это делается, я что-то понимаю. Я, в конце концов, и сам организовывал, и моя дорогая жёнушка, она у нас сейчас арт-директор, а она столько переорганизовала канциков, что... Ну, именно как организатор. Правда, ну да, опять же, не того масштаба, что просто можно обосраться. То есть, я думаю, мне сейчас будет интересно послушать всё-таки Лёху из БАУ, как человека, который делает вот большое мероприятие. Ну, и, соответственно, я как вот могу перевести его какие-то там слова на маленькие масштабы. Может быть, дополнить своими комментариями. Надеюсь, что будет интересно. В общем-то, респект всем за комментарии, лайки, подписки. Ещё больше респект тем, кто заходит на стримы. И донатерам просто, ну, самое огромное спасибо ещё. Давайте посмотрим. Привет, друзья! Вы на канале Звук в руках. С вами я, Лёха Избау. И сегодня мы поговорим о том, как организовать свой концерт. Ну, как вы понимаете, речь пойдёт о группах начинающих, которые пока что не собирают большие залы. Избау. Много же однажды люди будут думать, что у него фамилия Избау. Типа, там какой-нибудь Алексей Батькович Избау. У которых всё ещё впереди. Возможно, это ваш первый концерт. Возможно, у вас уже был концерт, и он прошёл как-то не очень хорошо. С точки зрения организации сегодня я дам советы именно тем, кто только начинает свой путь в концертной деятельности. Так, тихо-тихо, сейчас очень важно. Блин, ну ладно, похуй, скрипит-скрипит. Стоит начать. Это клуб, то есть место, где будет проходить ваш концерт. Я живу в Москве, поэтому я буду объяснять и рассказывать на московских реалиях. Но по моей практике в других городах всё происходит примерно так же. Просто цены пониже. Первым делом я бы советовал вам лично сходить в тот клуб, где вы собираетесь организовать свой концерт. Посмотреть, как там всё устроено, посмотреть, как работает. В субботу идём писать ударку для первого релиза. Довольно как слово. Здорово-здорово, успехов. Так, ну и что? Посмотреть, как там всё устроено, посмотреть, как работает бар, где люди могут стоять, где сидеть, легко ли до него добраться, какой там звук, по возможности прийти на какой-то концерт. Если клуб небольшой, то, скорее всего, концерта там нет. Ну, в мюзи, кстати говоря, для тех, кто именно уже планирует его взять, ну, типа такое, что заскочить туда на минут 15-20, и чтобы там, не знаю, условно, Юля провела экскурсию, ну, такое я нередко видел. То есть при мне она нередко кого-то именно, типа, вот, показывала что-то. Ну, то есть я не знаю, как-то, наверное, это можно. Не знаю, как в других клубах вообще как это работает, то есть пустят ли вас там, условно, на любой там концерт, когда угодно. Ну, особенно, да, просто ещё, смотря какой день, там, пердень и так далее. Ну, или да, то есть в чём проблема, на самом деле, если там особенно клуб небольшой найти там самые 200 рублей, то есть вообще, да, сходить, то есть лучше, конечно, знать клуб. Всегда лучше клуб знать. Так, сейчас ещё раз. Пардон. Идеть, легко ли до него добраться, какой там звук, по возможности прийти на какой-то концерт. Если клуб небольшой, то, скорее всего, концерты там недорогие, или вы можете связаться там с арт-директором клуба, попросить пустить вас бесплатно. Да, 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 да. Ну, типа, не на весь концерт, скорее всего, там, но, допустим, на 20 минут зайти просто, посмотреть, то есть проездом. Почему нет? Побывать в клубе, лично... Меня Юля пропустит, как Маклау твои сконтрольные пройдут. Бля, а почему не пропустят-то? Ну, то есть, ну, просто ты уже видел, тебе смысл смотреть. Ну, вообще, как говорится, член уже... Смотреть, как там всё устроено, и послушать, как там звучат группы, это очень важно, потому что на сайте или там в группе ВКонтакте может быть одна информация, райдер, всё это может не соответствовать действительности. Очень важно побывать в месте вашего будущего концерта лично и понять, вам лично самому нравится это место или нет, удобно до него добираться или нет, пришли бы вы в него или нет. Потому что, конечно, друзья, очень важно, чтобы вашим слушателям на вашем концерте было комфортно, чтобы им понравилось, у них остались приятные впечатления, и они ещё раз пришли. Итак, после того, как вы выбрали клуб, побывали в нём лично, вам всё понравилось, вам нужно связаться с тем, кто ответственен за мероприятие. Обычно такая должность называется арт-директор или организатор, но это должен быть человек, который является сотрудником этого клуба по возможности. Часто бывает такая ситуация, что человек в клубе официально там не трогает. Штаны. Это считается, прошло хорошо или не очень. По штанам в смысле? Чего? Бля, я не понял, Кейкес. Спасибо, здорово. Доустроен, но вам нужно именно найти того человека, который на постоянной основе занимается организацией мероприятий в этом клубе. То есть вам не подходит человек, который иногда там делает концерты. Почему? Потому что, друзья, во-первых, человек, который там постоянно работает, он сможет более оперативно и более правдиво и точно ответить на ваши вопросы и помочь вообще с организацией мероприятия. Во-вторых, он, скорее всего, будет на месте во время вашего концерта, если произойдёт какая-то нештатная ситуация, он сможет вам помочь. Ну и, в-третьих, с таким человеком, скорее всего, вы сможете подписать какой-то договор. Многие концерты на таком любительском уровне проводятся на основании устной договорённости. И, в принципе, это нормально, в этом нет ничего страшного, потому что, ну, тусовка не такая большая, все всех знают, и если кто-то начинает кидать людей, конечно, это быстро слышит. Ну да-да-да, то есть, грубо говоря, если кого-то кинет арт-директор, об этом станет известно. Если кого-то кинет музыкант, об этом тоже все арт-директора быстро узнают. То есть все арт-директора общаются, все музыканты общаются. И где-то есть перекрестия, так что тут такое. Кидать, как бы, смысла никому особо нет, ну и, соответственно, на честном слове всё обычно нормально делается. ...испортит его репутацию. Поэтому, если у вас мероприятие до 100 человек, вполне допустимо договориться на словах, но я всё-таки советую подписать небольшую бумажку. Вы можете составить такой импровизированный договор самостоятельно. Что там нужно указать? Вас и человека, который будет ответственным за проведение мероприятия. Нужно подписать просто, что в такую-то дату, по такому-то адресу, в таком-то клубе будет проходить концерт такой-то группы. Вы вот являетесь, значит, арендатором. Этот человек является ответственным. И вот, значит, там. Если у вас какие-то финансовые условия, об этом мы поговорим чуть позже, оговорено их прописать, что в случае, значит, там отмены возвращается предоплата и так далее. Подписать эту бумажку... В случае отмены возвращается... Ну, в случае отмены только со стороны арт-директора возвращается предоплата. В случае отмены со стороны, соответственно, арендатора предоплата для того и берётся, чтобы, блядь, хуй вам, как говорится. Оставить её себе. Скорее всего, любой нормальный человек без труда согласится её подписать. Если же речь, друзья, идёт о каких-то более-менее крупных мероприятиях, ну, с явкой, скажем, хотя бы от 200 человек, то я рекомендую в любом случае заключать письменную договорённость, потому что суммы за аренду помещений, где проводятся концерты, от 200 и более человек уже, в принципе, солидные. И если вдруг что-то произойдёт непонятное, ну, вы можете попасть на достаточно большие деньги. Поэтому, когда концерт более-менее большой, я крайне рекомендую все договорённости фиксировать на бумаге. И при этом я хочу заметить, что вам не нужно обращаться к какому-то адвокату или идти в какую-то контору, вы просто можете в свободной форме составить договор или посмотреть какие-то обланки договоров в интернете. И это, в принципе, будет достаточно, чтобы потом этим документам угрожать и говорить, что вы обратитесь в суд и в полицию. Забегая наперёд, я вам скажу, что вы ничего не отсудите, но бумажку лучше иметь. Итак, что же стоит обсудить и о чём стоит договориться перед заключением договора? Друзья, скорее всего, вас попросят внести некоторую арендную плату за аренду площадки. Если мы говорим о небольших клубах, скорее всего, сумма будет в районе от 5 до 15 тысяч рублей. Некоторые клубы соглашаются даже и, в принципе, бесплатно за процент от входа. Но эта схема, на мой взгляд, немного странная, потому что, как правило, потом начинают всплывать какие-то недопонимания, да, что за процент, а как продавались билеты и так далее. Я рекомендую всегда договаривать... Бывает ещё просто меньше, то есть, опять же, зависит от клуба. Ну, зависит от дня, зависит от площадки, хуятки. Ну, то есть, если, допустим, организатор, фу, этот арт-директор уверен в организаторе, и он абсолютно уверен, что соберётся там полный клуб, да, соответственно, тогда он может за какие-то там даже супер смешные деньги даже в хороший день отдать, потому что ему там с бара, там, скорее всего, и процент какой-то накапает. Вот. И, ну, как говорится, чики-то-пуки-то всё будет, да? Вот. Ну, или, то есть, чтобы заманить какого-то артиста, иногда, допустим, вот готов арт-директор предложить ему там, не знаю, даже чуть ли не бесплатно, чуть ли не без процентов, ну, там, просто вообще за какие-нибудь две тысячи, три тысячи. Или если день, соответственно, там какой-нибудь жухлый. И это мы говорим целый вечер, то есть вот там с шести вечера до полуночи, предположим. А так-то, допустим, то есть, чтобы вы понимали, выступить три часика там сраных, фу, не три, это часик, наоборот, на каком-то говномероприятии, там ещё проще всего чаще всего сделать. Вот. Ну, просто прикол, что помимо аренды ещё всегда арт-директор ставит условия по бару всегда. То есть арт-директор как бы, если бар будет точно окей, и он в этом уверен, тогда он может и за копейки отдавать. А если, соответственно, бар не окей, ну, тогда, может, там, даже понедельник сраный, там, семь тысяч, не знаю, стоить. Просто чтобы, если что, там, отбить, не до отбито. Вот. Ну, и поскольку, как бы, организаторы маленьких концертов, где, там, группы выступают, которые еле-еле десять человек на себя могут собрать, поскольку они тоже ставят себя в такие вот условия, что, там, аренда может обойтись всего вечера, там, не знаю, в семь тысяч, ну, тогда, соответственно, нехуй удивляйтесь. И плюс к тому, что их группы тоже могут то наебать, то не доебать, то, там, не доплатить, то не допосчитать. Не удивляйтесь тому, что они предлагают реально вот именно бомжатским группам, которые никого на себя не приводят, такую хуйню, что, блядь, типа, выкупай десять билетов по триста рублей, вот. Либо, соответственно, либо на тебя придет десять человек по триста рублей, тогда играй вообще, как хочешь, на халяву, но бабки все орг берет себе. Либо, блядь, если пришло, там, семь человек, доплати косарь, грубо говоря. Вот. Где записывал? Записывал на разных студиях, но всегда у одного и того же человека Далатар. Он у меня в друзьях есть, английскими буквами можно написать. Вот. Соответственно, соответственно, студии, ну, то есть просто у него менялись студии, и просто мы за ним носились. То на Баррикадной, то на Бауманской, то где-то на других еще местах. Я уже не вспомню точно где. То есть все время на разных студиях, но вот всегда с ним. Последние, то есть сводил тоже всегда он, но вот песню с глубоким смыслом свел вот Фархад. Вот, соответственно, подписчик. Ну, как бы просто он согласился бесплатно это сделать, и как бы, как оказалось, он сделал это здорово. Ну, типа, поэтому почему бы и нет. Так, дальше послушаем. Это на какую-то фиксированную сумму, там, 5-10 тысяч рублей. Например, половина предоплачивается, половина в день концерта отдается, или полностью предоплачивается, вы забиваете дату. Это дата ваша. О чем стоит обязательно договориться еще? Так. Вам нужно обязательно обсудить, во сколько начинается саундчек. То есть в какое время вы можете приехать на площадку и начать проводить саундчек. Вам нужно обязательно обговорить технический райдер. Что есть в клубе, что вам нужно привозить, что платно, что бесплатно. Очень многие площадки сейчас стали практиковать такую вещь, что аренда площадки, например, стоит 5 тысяч рублей, и кажется, что это очень дешево. Но если вы хотите использовать какое-то оборудование, типа барабаны или комбик, то с вас еще 10 тысяч. Ну да, да, да. Это обязательно нужно обговорить заранее, и, соответственно, решить, вам дешевле привезти свое или заплатить за клубное, или клуб предоставляет все это бесплатно, и вы можете этим воспользоваться. Также обязательно обсудите, кто будет стоять на входе и контролировать билеты. Обсудите систему продажи билетов в день концерта, то есть клуб возьмет это на себя, или вам надо самостоятельно это организовать. Это важный момент. И обсудите также, кто будет звукорежиссером, стоит ли это что-то дополнительно, или звукорежиссер местный как бы входит в стоимость аренды. И обязательно поговорите про бар. Потому что не секрет, что основной заработок клубов – это бар, продажа на баре. И если группа делает хорошую продажу в баре, то, как правило, клуб на этом зарабатывает основные деньги, а не на аренде. И имеет смысл, особенно если мы говорим не о Москве, имеет смысл поднять эту тему и спросить, например, что будет, если мы приведем в ваше маленькое заведение 80 человек, и они все будут кушать и пить. Давайте сделаем тогда аренду бесплатно, если, допустим, придется... Ну, если да, да. То есть если ты можешь сделать хорошее предложение, грубо говоря, арт-директору, ну, ты учитывай, что скорее всего то, что ты... Ну, та сумма аренды, которую ты, грубо говоря, арт-директору платишь, в эту сумму также заложена его зарплата. Поэтому там скидку, допустим, сделать он может. Потому что зарплата арт-директора, она когда как складывается. То есть, грубо говоря... Блин, я случайно перемотал. Пиздец. Я забыл, на каком тайм-коде все было. Ну, вот. Значит, ты, соответственно... Ну, понятно, что обычно там чуть-чуть процент от бара, но, опять же, то есть процент от бара, он существенный становится тогда, когда в баре 1100 набухали, допустим. Тогда там даже если это, ну, скажем, какая-нибудь бешеная там сумма в 15%, тогда это там... Ну, хотя нет, такого не может быть в 15%. Обычно 5%, там, я не знаю, 1, 2, 3, может быть, даже от бара. Вот. То есть, ну, вот у Юли именно процент от бара там накапывает, ну, небольшой. То есть, по-моему, что-то... Ну, несколько десятков тысяч. То есть, немного. Я сумму не буду говорить точную на всякий случай. И как бы в основном, то есть, там, есть смысл этим всем заниматься. Именно потому что, ну, часть этих арендных денег – это зарплата арт-директора, да? Вот. Поэтому не всегда. Ну, хотя, конечно, за хорошее мероприятие можно и скидку, как минимум, сделать, да. Скажите, вот давайте так. Или наоборот. Если на тебя точно никто не придет, то ты можешь предложить, а давайте мы побольше заплатим, но тогда вы, как бы, отъебитесь насчет бара. Не покажет никакие документы закрытия смены и так далее. Поэтому... Час, еще раз. ...входят в стоимость аренды. Пардон, перебыл. Также обязательно... ...площадки сейчас стали практиковать такую вещь, что аренда площадки, например, стоит 5000 рублей, и кажется, что это очень дешево. Ну, если вы хотите использовать какое-то оборудование, типа барабаны или комбик, то у вас еще 10 тысяч. Это обязательно... Сейчас, 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 сейчас. Ну, найдем, где, в каком моменте было. Я забыл просто биздец. Кнопку нажал случайно. Я хотел кнопку протереть, а это волокнопка 7, и она, сука, перематывает то ли на начало, то ли вот что-то такое произошло. Также обязательно обсудите, кто будет стоять на входе, контролировать билеты. Обсудите. Да-да-да, кто будет стоять на входе. Ну, давайте отсюда послушаем. Это тоже важно. То есть иногда это кто-то от клуба как бы стоит, а иногда нет. Иногда клубы требуют, чтобы вы сами с этим еблись. Систему продажи билетов в день концерта. То есть клуб возьмет это на себя, или вам надо самостоятельно это организовать. Это важный момент. И обсудите также, кто будет звукорежиссером, стоит ли это что-то дополнительно, или звукорежиссер местный как бы входит в стоимость аренды. И обязательно поговорите про бар. Потому что не секрет, что основной заработок клубов это бар, продажа на баре. И если группа делает хорошую продажу в баре, то, как правило, клуб на этом зарабатывает основные деньги, а не на аренде. И имеет смысл, особенно если мы говорим не о Москве, имеет смысл поднять эту тему и спросить, ну, например, что будет, если мы приведем в ваше маленькое заведение 80 человек, и они все будут кушать и пить. Давайте сделаем тогда аренду бесплатно. Сука, надо мне, короче, не отвлекаться во время реакции. Ну, блядь. Все. Блядь, переписка важная, короче. Ну, ее, типа, нельзя сделать позднее. Вот. Ну, сука, стрим-то мне нужен, блядь. Вообще-то. Надо стримить. Все, короче, надо стримить. Пусть им придет столько-то человек, и будет такой-то чек по бару. Но тут вот, друзья, тоже есть такой момент. Если, ну, клубы обычно любят перевести разговор в русло выручки бара. Типа, вот, ну, если будет 50 тысяч в выручку, тогда мы вам там скинем половину аренды. Вы никак это не проверите. Вам никто не покажет никакие документы закрытия смены и так далее. Поэтому... Никто вам не покажет за бар. Желательно. На честном слове, конечно, можно, как говорится. Ну, то есть, ну, Юле, думаю, можно доверять. Юле вот как бы... Я вам... Ну, думаю, она вас наебывать не будет. Но просто прикол в том, что... Ну, никто не будет, типа, исходя из... Ну, то есть, делиться с тобой, допустим, баблом из бара точно, я думаю, никто там в Мьюзе не будет. Предположим, это точно. Скидку какую-то... Да хотя тоже. Ну, какую скидку? Ну, тысячу рублей тебе могут скинуть, если будет прям очень хорошо в баре. То есть, тут, ну, как бы, обманов-то особо и не будет. Но, в общем, ладно, что дальше? Постараться договориться просто по явке людей. Ну, то есть, например, скажите, вот, давайте так, будет больше 50 человек. И если, как бы, они будут кушать и пить, то есть, им будет не по 12 лет, а хотя бы по 20, всё, вы тогда нам, например, там, половину аренды убираете или вообще делаете её бесплатной. Это абсолютно нормально. Здесь главное не бычить, а аккуратно подойти к вопросу и просто спокойно поговорить с человеком. На моей практике такое часто срабатывает. Особенно, я повторюсь, не в Москве. Если народу пришло много, бар сделали, ну, какая аренда? Всё хорошо, заведение отработало. Потому что, я повторюсь, маленькие концерты очень часто проходят... Про API прочитал, разобрался, разберусь с административкой, у себя ввиду этого хреновируса займусь. Клёво, здорово, ну, пиши, как что будет тогда, окей. В формате конкретно концертных площадок и клубов, а в формате каких-то клубов-баров, клубов-ресторанных и так далее. И основная деятельность этих заведений – это продажа еды и напитков, а не сдача своей сцены в аренду. Поэтому не стесняйтесь спросить. Итак, вы договорились с клубом, арендовали помещение, заключили договор, устный или письменный, внесли предоплату. Что следует сделать далее? Это, конечно же, организовать продажу билетов. Ну, не секрет, что сейчас есть много сервисов онлайн-продажи билетов. И я, друзья, вам однозначно рекомендую воспользоваться этими сервисами, потому что это очень удобно. Это позволяет рекламировать ваш концерт не просто как мероприятие, а сразу же предлагать людям купить билет. Вы можете придумать какие-то акции, стимулирующие розыгрыши. Например, сегодня в честь пятницы два билета по цене одного или первые 30 билетов на 200 рублей дешевле. Да-да-да. Ну, я так тоже делал, когда я свои акустические делал, чтобы хоть что-то на руках уже держать, чтобы, опять же, уверенность какая-то была. Я какой-то скидос делаю на первые 10 билетов. И то, что на входе дороже билет делается. И так далее. Это всё помогает вам продать побольше билетов заранее. И, что самое важное, как правило, если человек уже купил билет на ваш концерт, он на него всё-таки пойдёт. А если вдруг он не может пойти, вполне вероятно, что он не будет заморачиваться с возвратом денег. Поэтому, друзья, не игнорируйте такое. Да, было такое. Было, что билет как бы, ну, уплотил чувак, но хер забил, не пошёл. Ну, у меня хотя бы деньжатки. Лишние три сотыги там были, там, условно. Возможность. Да, я знаю, что во многих городах, ну, так скажем, в глубине России, люди неохотно покупают онлайн-билеты. И во многих городах, действительно, до сих пор люди ходят, просто приходят в день концерта и покупают в кассе клуба. Ну, если вы на 100% уверены, что в вашем городе только такая система работает, и онлайн не продаётся вообще, ну, ради бога. Но по моей практике всё-таки уже в большинстве крупных, как минимум, городов онлайн-продажи работают очень хорошо. Что надо... Принеси ржавый болт, получи скидку 100 рублей. Ну, это такое. Это они просто, видимо, как бы прикололись, исходя из своей концепции. Ну, там, мы с кровавым рифом тоже иногда делали, типа, что людям в пиратском костюме скидка. Ну, это... То есть, это делается не ради того, чтобы там что-то заработать или что-то... Ну, это, по сути, ничего такого агитационного в этом нет, но это просто вот как такой прикол, да, то есть, чтобы было веселее, да, и так далее. Так, ну ладно. О сервисах онлайн-продажи. Первое, это то, что вам придётся зарегистрироваться там заранее, то есть, вы не сможете прям быстро-быстро что-то сделать и начать продавать билеты. Как правило, нужно предоставить какие-то документы, подписать договор, подождать какую-то там модерацию и так далее. Вот. То есть... Ну, когда ты делаешь вот такой концерт, как у меня, вы сами знаете, я тотально забил на это хер. Я вообще даже сделал не билеты. То есть, я это оформил так, что у нас закрытая вечеринка, на которую вход по спискам. И чтобы попасть в этот список, нужно мне задонатить, допустим, некую сумму. Вот. И, соответственно, как-то вот так вот я просто делал. То есть, просто люди мне, как говорится, там, кидали в облишко, и я такой, окей, всё. Там, покажешь любой документ, что это ты, и добро пожаловать. Ну, то есть, вот, чтобы не ебаться ни с билетами, ни распечатывать их, ну, мне вот, мне это просто всё нахуй не надо. То есть, я вот, как бы, когда я своё что-то делаю, вот такое вот, типа, акустического концерта, я вот хочу максимально не париться, честно говоря. Просто, блядь, вот, чтобы тупо, блядь, поставить эту хуйню, пару реклам сраных дать каких-то, и то вот максимально, чтобы мне это мозги вообще не ебло. Вот. Мне и так ещё вовремя приходить, просыпаться, вот это вот все напряги. Всё, я хочу прийти, поиграть музыку и уйти, блядь, и с деньгами желательно. Вот. Я бы так хотел, честно говоря. А так-то, конечно, такая мозгодрочка. Спасибо огромное, гитарный мошенник. Здравствуйте, дорогие друзья. Бахнем магией немного. Магией рептилий. Вот. Спасибо большое, значит, гитарный мошенник. Это, скорее всего, будет Михаил Левадный. Ребят, нативная интеграция в реакцию на звук в руках. Посмотрите, какие-нибудь у меня видосы на канале, где реакции на такого мужика в очках, такого, короче, детка. Обязательно найдите. Это Михаил Левадный. Это просто, блядь, это супер охуенный, очень смешной, недооцененный, мега убойный шуе контент. Дальше что? Всё, не делайте ничего в последний момент. Подходите к этим моментам обязательно заранее. Ну, конечно. сервисы берут свой процент. Вам нужно это заложить в маржу вашего мероприятия. Обычно там 5-10 процентов. Это деньги, которые заберет сервис. Дальше, друзья, интересный вопрос, который касается налогов. Многие его задают. Ну, как говорится, то есть я делаю вот такую вот хуйню маленького масштаба. Ну, лично я, что вот свои концерты делал. То есть, ну, всем поебать, откровенно, да. Плюс, опять же, я как бы рассказал, как я сделал так, что типа это как бы за донат. Ну, по-хорошему, да, наверное, надо самозанятости, по этому что-нибудь такое оформить и, соответственно, как-то уплочивать, да. То есть, если ты хочешь серьезно этим заниматься, то надо, да. Вот. Ну, я думаю, я вообще рано или поздно надо мне дойти. То есть, у меня есть все-таки, помимо стримов, та деятельность, за которую, наверное, как бы налоги надо платить, соответственно. Когда-нибудь дойду, что-нибудь себе оформлю, там, самозанятость хотя бы. Ну, 200 тысяч у меня точно не будет, ничего превышать. Ну, ладно, что дальше? Потому что... Даже, наверное, может быть, я все-таки лучше и ПЭС делаю, потому что ипотеку легче будет получить. Ладно, дальше. Сколько мне известно, до недавнего времени или сейчас тоже с большинства этих сервисов можно было просто... Ипотека в подскоре... Просто вывести деньги, как физлицу, и, соответственно, ну, вам на карточку, грубо говоря, придут деньги, и все. Сервис в данном случае совершенно чист, потому что он деньги собрал, но в данном случае он выполнил роль, как бы, грубо говоря, эквайринга, да? То есть он собрал деньги с людей и передал деньги вам по договору. А налог он платит только с вот этих 50% своей комиссии. И данный налог – это правоотношение исключительно между налоговой и вот этим вот сервисом. Но деньги, которые перешли от сервиса к вам и которые не были обложены налогом, по закону, конечно, с них тоже должен быть оплачен налог. Если вы не зарегистрированы никак, то вы должны оплатить это как 13% по доходным налогам. Сходить в налоговую службу, взять там декларацию, заполнить все и оплатить. В этом случае ваша совесть будет суперчиста. Если вы индивидуальный предприниматель, то вы можете провести это по упрощенке как 6%. То есть в данном случае вы с полученных от сервиса денег должны оплатить 6%. Но, друзья... Вот, 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 Роман Исаев. Я вот как раз про это и говорю, что ИП вот лучше иметь. То есть мне, по сути, вот самая вообще вот самая такая осмысленная выгода, то есть зачем мне вообще имеет смысл что-то такое себе делать. По сути, донаты там везде написаны, что все это хуйня, и это налогами не облагается. Но вот для того, чтобы кредит какой-нибудь в будущем, то есть когда у меня уже, допустим, появится возможность какую-нибудь там жухленькую комнатку, предположим, оформить себе, да, чтобы она просто у меня была, ну, то есть хоть какая-то недвижимость, чтобы у меня, наконец, появилась в собственности. А то, как говорится, блядь, ну, с кем не поболтаешь, у всех там по 10 бабушек и сотня тетушек, и от всех там рано или поздно через 10, через 20 лет там достанется кому комната, кому квартира, кому, блядь, две квартиры, там, у кого дача, у кого хуй в придачу и пизды там на удачу и так далее. Да, я знаю, что ВП надо платить взносы в ПФР даже с нулевым доходом, но этот взнос там какой-то, ну, насколько я понимаю, он не страшный. То есть там, ну, ну, блядь, ну, 20 в год, что ли, что-то такое, там, 3 в месяц тысячи, или что-то такое. Не стремное. Ну, соответственно, ну, вот, как бы, когда это будет, совершенно мне уже так, ну, ничего страшного. Я надеюсь, что YouTube у меня все-таки пойдет, поднимется, все будет хорошо. И можно будет пойти даже с нулевым доходом как-то, соответственно, вот, оформиться, разъебаться. И там, ну, через годик, через годик уже можно будет, предположим, ну, там, если комната какая-нибудь сраная стоит, 2 миллиона. Мы в итоге уже про комнаты говорим, а не про организацию, но я так хочу попиздеть. То есть, насколько я знаю, если ты взносишь, там, меньше, что-то, ну, 20 процентов, по-моему, стартовый взнос, да, то есть за двухмиллионную комнату, там, 1400 надо внести, но тогда тебе нужно, там, либо трудовая, либо ИП, либо, там, хуйня, муйня, там, доходы и прочее говно. Вообще, можно, в принципе, просто тупо накопить миллион, и, по-моему, там вообще, просто по паспорту тебе, то есть, если ты 50 процентов отдал сразу, то, вроде как, вообще там, хуйня, все, да, сделать. Но, ну, но говно, короче, блядь, говоря, ладно, хуй забейте, ребят, что дальше? Если вы собираете до 200 человек, я не рекомендую этим заниматься, потому что вероятность, что налоговая спросит с вас за эти деньги, она примерно нулевая. Ну да. Я сейчас не кривлю душой, говоря, что она примерно нулевая, она реально примерно нулевая, потому что налоговые суммы... Спасибо. Да, блядь. Спасибо огромное. Наконец-то попал на стрим, а то с оповещениями фигня какая-то, ВКонтакте оповещает. Вот, Батван. Всем здраво, радости, удачи. Вано, спасибо тебе огромное за донат. Смотри, какая херня. ВКонтакте ты просто заходи в паблик, вот смотри, вот способ самый верный точно знать, как попасть на стрим. Это я вам сейчас тоже расскажу, на всякий случай быстренько. Если стрим вообще хоть где-то, в принципе, идет, то есть если тебе оповещение пришло, и там оно час назад, полтора часа, два часа назад, то стрим идет. Ты заходишь в паблик, самый верхний пост, просто тупо самый верхний пост, он всегда ведет именно на тот стрим, который вот идет сейчас. То есть вот этот пост, он уже устарел. То есть это стрим на предыдущем канале, ну я здесь вот как бы специально пока оставил заглушку такую, да, то есть чтобы народ, как говорится, там сильно не терялся. То есть, и соответственно тебе вот сюда может прийти уведомление о старом посте, и оно там будет уже, ну устаревшее. Но, ты просто в паблик зайди, самый верхний пост всегда проверяй. То есть если в самом верхнем посте стрим не идет, значит он скорее всего нигде не идет. Вот. Это вот такой тоже вот лайфхак, надеюсь, что соответственно поможет. А уж тем более, мне как обидно, что донатер, донатер не мог найти мой стрим. Это прям, ну вообще беда. То есть, что-то надо делать, ребят. Так что соответственно, у кого какие, если бывают проблемы, ну с нахождением моих стримов, вы обязательно как-то мне где-то пишите ВКонтакте, там я не знаю, сообщайте мне. То есть я хочу вот насколько могу, я стараюсь все сделать для всех понятно, удобно, просто. То есть сколько у меня каналов, зачем они и так далее. Вот. Но вот, блядь, в итоге у меня такая каша получилась, что я вот даже, я не знаю просто как это реально все упростить. Ну соответственно, обязательно меня как-то оповещайте. Спасибо большое за донат. Еще раз продолжим. 30, 40, 50, 100, 150, 200 тысяч рублей не интересны вообще. Ну да, до 300 тысяч там. У них нету человеческого ресурса на то, чтобы проводить проверки по таким незначительным суммам. Все вот эти байки в интернете, то, что банки отправляют все сведения в налоговую, налоговую автоматически, это все неправда. Если вам интересно, ставьте... До 300 тысяч рублей в месяц поебать всем, блядь, на тебя. По-моему так. Ну примерно такие цифры я слышал. Конечно, ну как бы, блядь, не стоит злоупотреблять. Типа если у тебя, ну я думаю так, если сотка у тебя уже есть хотя бы, ну и при этом она именно вот, ну такая, ну как-то, блядь, лучше наверное по-человечески там, да, все оформиться, сделаться. Ну а так-то как бы, ну реально переживать, что придут из одного концерта саново, блядь, это ну... В комментариях. Ну если ты Навальный, тогда придут. Если ты мамкин оппозиционер, дохуя, вот тогда как раз даст, за тебя будут каждую копейку трясти и ебать тебе мозг. Конечно. А если ты, блядь, просто обычный хуй, да господи, блядь, подавись ты своими санными там тремя лишними копейками. Дальше что? Оставляйте комментарии, что вам интересна эта тема, я с этой темой супер не понаслышке знаком. Если вам интересно вот этот момент налогов, взаимодействий с налоговой, музыки, заработков и так далее, напишите комментарий, я сниму про это видео, я супер изучал эту тему, я общался и с инспекторами, с бухгалтерами, и сам я индивидуальный предприниматель. У меня огромный опыт, я вам все подробно расскажу. Но сейчас такая краткая формулировка, если ваш доход от концерта составляет менее 500 тысяч рублей, вообще забейте выведите деньги себе на карточку, снимите их налички в банкомате и забудьте вообще об этом думать, никто к вам не придет. Ну, нихуя себе 500 тысяч. Не, ну тут зависит от того просто, как, конечно, работает вообще, так сказать, экономика, твоя собственная, да, но если у тебя условно чистая прибыль, несколько сотен тысяч, типа снять их просто и... Ну, такое, то есть как бы это же, блядь, как бы хорошие бабки уже, мне кажется, несколько сотен тысяч просто там еще и в рубли их снять. Хоть что-то надо это, там, доллеров купить, предположим, если курс сейчас хороший, то есть если, допустим, доллер стоит, если доллар провалился, то что бы не прикупить там 500 их хотя бы, тысяч за 30, да, вот. И ну, типа, ну не надо их проебывать, ну это уже тоже, это опять же отдельная тема, то есть, вот честно, наверное будет неправильно, если я буду раздавать советы, что делать с, там, 200 тысяч, если тебе привалило, потому что, как бы, у меня пока нет такого. Но вообще, то есть опять же, может быть, если вам интересны мои рассуждения, ребята, на тему того, а что делать, если вдруг у тебя большая сумма денег, лишняя появилась, ну, помимо того, что надо Моисея обязательно задонатить, косарек другой, вот, что вообще можно сделать, если у тебя вдруг внезапно на тебя свалилась значительная большая сумма денег, это же хотя бы если 10 тысяч, вот 10 тысяч, то на меня неожиданно сваливались, бывало, конечно, то есть, вот, как бы я, наверное, посоветовал, что бы делать, если интересно, может быть, я бы порассуждал на эту тему отдельно, но скорее всего все скажут, да ну, блядь, хули он там насоветует, дурачок, вот, ну, в общем, напишите, может, там в комментах потом, так, дальше. Момент, друзья, очень важный, и он касается вашей прибыли, потому что делать концерты без прибыли, конечно, это очень печально, по-рокерски, но на практике это, к сожалению, так себе, потому что деньги нужны на все, на перевозку, на покупку оборудования, покупку, там, струн, на гадурацкий выгляделся, концертной одежды и так далее, короче, деньги нужно зарабатывать на концертах, и суперэффективный способ заработка денег на концертах, это, конечно же, продажа мерча, сейчас не будем касаться темы того, как печатать мерч, где сколько он должен стоить, тыра-пыра, давайте поговорим конкретно о продаже мерча на концерте, друзья, вам нужно понимать, что, во-первых, должен стоять стол с мерчем, этот стол должен быть на... Вот, еще, это просто такой один маленький момент, чтобы вы поняли, почему не надо этим пренебрегать, принцип Парета, он абсолютно работает везде, абсолютно работает, конечно же, в плане концертов, 20% зрителей твоих могут принести тебе 80% дохода, и 80% зрителей, соответственно, могут принести 20%, то есть, оно не будет никогда такого, что на тебя придет, предположим, вот все думают, вот на меня придет 100 человек по 500 рублей, и получится 50 тысяч, как классно, это полная хуйня, среди... То есть, есть среди твоих фанатов те, для кого 500 рублей это ужасно много, и просто они вот, ну, из-за того, что им там буквально 100 рублей не хватит, они, или там, 400 еще нормально, а 500 уже смерть, вот они из-за этого могут тупо не прийти, ну, или там вот что-то такое, и то есть, они вот копят последние деньги, там откладывают, как-то вот что-то вот там экономят на проезде, вот, и вот самое там дешевенькое, сидят где-то вот, боятся пива пойти купить, а есть фанаты, они, ёпта, нам нахуй, блядь, стол на всех, 5000, блядь, просто за билет, еще 5000 депозита, и еще, блядь, те там на чай оставляют, то есть, это пиздец, люди абсолютно разные, абсолютно разные деньги, они готовы тратить, и не пользоваться этим, это огромная ошибка, и огромное, соответственно, упущение, то есть нужно, я считаю, вот я как делал, у меня 300 рублей вход обычный, 800 рублей, соответственно, випуха, так, к сожалению, стрим пожух, сейчас я его, ну, сейчас пока пауза, разжухнет, и я продолжу, все, да, разжухло, но чтобы тебя мерч покупали, это нихуя себе, группой надо быть, не, не думаю, да, все уже разжухло, ребят, я быстро заметил, я когда написал, это значит, что я уже заметил точно, что стрим пожух, все отделал, короче, во-первых, мерчем могут быть ссанные наклейки какие-нибудь, то есть, грубо говоря, 100 наклеек там сделать каких-то самых примитивных может стоить там 1000 рублей, и то некоторые говорят, что это дорого за квадратную такую вот хуйнюшку, а продавать их по 50 рублей, как их нехуй делать уже, да, вот, или там 100 за 3, допустим, ты можешь сделать, вот, и типа полтос потратить на наклейку какой-нибудь там любимой группы, я думаю, да, блядь, народ с удовольствием это сделает, ну, то есть, ну, понятно, что нужно быть не полными говнарями, ну, ну, а как бы речи не идет про совсем полных говнарей каких-то, ну, вообще, в общем и целом, просто знаете, что на это надо рассчитывать, об этом надо понимать, что одни готовы отдать, скажем там, я не знаю, 300 рублей за билет, но вот как-то и все, и посидеть там, посмотреть, послушать, а другие готовы отдать, блядь, там, вот как у меня с Мьюзом, да, там было 800 рублей, ну, то есть, им нужно за это, естественно, что-то дать такое хорошее, там, випку, условно говоря, там, стол какой-нибудь комфортный, там, балкон отдать чисто им, чтобы все им завидовали и хотели тоже 800, соответственно, да, уплотить, да, и, ну, и, соответственно, да, и в большом формате это тоже так работает, то есть, один приходит на концерт, 700 рублей за билет, все, блядь, постоял, посмотрел, повесился и скорее, там, домой доедать доширак, а другой он приходит, бля, он берет себе випку за 3000 рублей, он нажирается, как свинья, весь бар делает в одно рыло, и мерч просто скупает, там, себе футболку, жене футболку, там, ребенку, наклейки, значки, там, диски, просто, и вот все, и, ну, то есть, как бы, и он, то есть, вот такой человек, про которого я сейчас записал, он и сам хочет это все сделать, то есть, для него вот это вот, как бы, концерт, это вот такой вот, можно сказать, ритуал, и просто, ну, нельзя ему в этом отказывать, грубо говоря, и, соответственно, себе нельзя отказывать в прибыли, да, которую можно получить, а то человек, он хочет вот так прийти, а то он приходит, бля, за 300 рублей, и даже не может, там, не знаю, как-то, ну, возвыситься над нищиками, а как бы, как же это смысл вообще, в чем, типа, что за хуйня, так, ладно, на очень видном месте, его должно быть сразу видно, как только, да, и чтобы все завидовали, чтобы все хотели обязательно, когда человек входит в помещение, он должен быть подсвечен, там должен стоять человек, этот человек должен знать, что сколько стоит, где какие размеры лежат, и у этого человека обязательно должен быть возможность перевести ему деньги под беру, а ни хера себе, чувак, там, с хитрым планом, я прочитал, что, типа, раздать мерчуху, 10, надо еще телкам в идеале, вот самое клевое, телочкам каким-нибудь раздать, и просто, чтобы они тусили с нефрами, да, нормальная тема, да. Банк онлайн, и у него должны быть мелкие купюры, для того, чтобы давать сдачу, конечно, обо всем этом нужно позаботиться заранее, все, что я перечислил, обычно не делают люди, и поэтому все это решили. Честно, я, например, мерчуху никакой абсолютно у себя на концерте не продавал, ничего не делал, да, то есть, вот я единственное, что придумал, вот 300 бомжатские, 800, соответственно, моднейший билет, и все, и шляпу для донатов я поставил. Ну, у меня такое, у меня очень примитивное все равно такое вот мероприятие, я, можно сказать, делал. Как можно проще, чтобы не париться, чисто вот так вот посидеть, почелебесить, да. Ну, с рифом, конечно, да, мерчуха у нас всегда каким-то образом организована, не знаю, кстати говоря, есть ли у нас какие-то випки, не випки, может быть и нет, а может быть и зря. Вот, и, ну, билеты заранее, там, вот все вот эти агрегаторы, все, это, конечно, делается. Так, что-то. Решается как-то в последний момент, я в том числе так часто решаю эти вопросы, стоит в углу какая-то сумка, там стоит какой-то чувак, у которого нет ни телефона, ни 500 рублей с дачи, и вы продаете 2-3 футболки. Випка за ром, ну вот, тоже нормально, да. Продавать мерчи надо много, надо стараться это делать, надо делать классно. На рифе, ну, последний, кстати говоря, концерт было, ну, не сказать, что много. Ну, блин, ну, я не знаю, честно, не знаю точно. Ну, около сотни, наверное, есть. Но это надо просто вот посмотреть либо по фотографиям, либо вот я что-то спрашивал, я даже спрашивал, то есть, если именно платно, да, то есть сколько, по впискам еще до хуя приходит тоже, там, по впискам несколько десятков человек всегда есть. Ну, типа, бля, семь человек, у всех жены, там, у всех друзья, плюс, там, грубо говоря, ну, можно сказать, вот эта вот команда, да, тоже, которая нам там помогает, плюс, вот у нас в последний концерт был вообще, там, музыкантов страшное количество, то есть, там, пятеро нас, и еще там, какие-то трубачки, там, еще что-то, скрипачки, этот, велончелист, волынщик у нас был, так, так, а на входе сколько, непонятно, ну, тут цифры в деньгах показаны, короче, деньги до ста тысяч, но десятками тысяч измеряются, билеты там, ну, где шестьсот, где триста, где че, вот, то есть, ну, как бы, что-то в этом роде, ну, полтишок есть, короче, пятьдесят человек есть, точно, на херовом концерте, вот, а так, ну, и сто, и сто пятьдесят, по-моему, было, я просто честно, я точно не помню, я этим не занимаюсь особо, но, как бы, я вижу, что вот, то есть, даже на стольный концерт реально приходит там, ну, приятное число людей. Угу. У нас на мерчагу, сейчас у всех есть фотошоп, это несложно, и чтобы продать мерча много, вам нужно заранее обязательно позаботиться о том, как это будет происходить, поэтому поговорите с ответственным лицом в клубе, как у них это обычно происходит, где вы можете поставить стол, будет ли розетка, будет ли лампочка и так далее, это очень важно. Также, друзья, вещь абсолютно мне непонятная, некоторые клубы, кстати, вот риф прям реально, ну, кто риф-то? Не я, конечно, но вот барыш, допустим, да, вот он реально, он настолько всегда ответственно относится и с таким вот рвением, любовью, да, к концертам, мы постоянно, постоянно, короче, кто-то приезжает точно в клуб даже за день до, то есть нередко бывает, что как бы помещение приличное, большое, или там в том же Гластенбере, там три зала, и, грубо говоря, мероприятие, оно идет там в среднем, или в большом, или в маленьком, наоборот, вот, а в большом зале в предыдущий день ничего нет, то есть либо это четверг, тогда вообще легко, чтобы ничего не было, либо это пятница, ну, там, допустим, январь вот у нас было, ничего не было, и мы в пятницу приезжали, саундчек, заранее за день развешивали всю хуйню, там, типа канаты какие-то, прочее дерьмо, то есть все вот, ну, и при этом задолго до этого еще, конечно, в клуб приехать, посмотреть, какой он там и так далее, это тоже абсолютно понятная история, то есть вот, в этом плане тоже вот, барышу респект, конечно, я распиздяю в этом плане, то есть мне вот в рифе очень приятно, именно своя роль такая, что я, по сути, распиздяю, вещь абсолютно мне непонятная, некоторые клубы, не предоставляя своего, так скажем, человека, который будет мерч реализовывать, да, просят процент с продажи мерча, на мой взгляд, это очень странно, на мой взгляд, это совершенно непонятно и необъяснимо, и в таких случаях, если меня ставят по факту перед таким условием, я в конце говорю, ну, сумму продажи мерча там в пять раз меньше, да, то есть, там, они говорят, нам пять процентов с ваших продаж, я продал на 50 тысяч, говорю, ну, мы наторговали на 10 тысяч, вот ваши 500 рублей, спасибо, всего хорошего, ну, потому что проверять, сколько вы продали, никто не будет, и это вообще очень странное условие, вот, обычно, все-таки такое условие не ставится, или если ставится, то клуб предлагает своего человека, который будет продавать мерч, обычно это здоровское решение, вам не нужно ставить какого-то своего неопытного друга, а вы поставите человека, который профессионально торгует мерчом, у него будет процент с продаж, соответственно, он будет замотивирован, ваш мерч здорово, круто продать, соглашайтесь, ставьте, но только посмотрите, чтобы, ну, типа, он был нормальный, и он реально торговал, не стесняйтесь, если вы видите, что человека нет на месте, или он, ну, как-то плохо предлагает, ничего не знает, не стесняйтесь подойти и сказать, слышь, братан, чё тут херово работаешь, давай работай нормально, или сейчас там пойдёшь в задницу, я буду сам тут, также нет ничего дозорного в том, чтобы самому встать за прилавок с мерчем, и пока люди заходят, со всеми сфоткаться и привлечь их внимание к столу. А оно так и должно быть, да, вот на самом деле, вот Роман Исаев, то есть это вот такой нормальный, как раз нормальная история, что вот есть там, грубо говоря, один, который всех гоняет, а остальные все вот, ну, типа, гоняются, да, то есть, предположим, ну не, ну у меня были как бы те группы, в которых я гонял, то есть там тот же МВИПД, там, ну как бы получается, мне, соответственно, приходилось там, ну в любом случае, эту роль кто-то должен вот её занять, а остальные, просто это даже вот хорошо, если все что-то инициативу проявляют, это хуёво, то есть вот самая рабочая схема, и у меня, ребят, у меня групп было 20, наверное, точно, и вот два раза действительно хорошо что-то получилось, и оба раза сработало, схема такая, никакой нахуй демократии, диктатура одного, максимум двух людей, никаких советов, вообще просто, вообще поебать вот всё, то есть там, грубо говоря, прислушиваться чуть-чуть к чужому мнению, но, блядь, всё решать самому, это вот, ну, только так. ...с мерчем, чтобы они его купили, это супернормально, и ещё обязательно во время концерта сделайте несколько объявлений со сцены о том, что можно купить ваши футболки, диск. У нас есть, но он не заранее сделан, то есть у нас, короче, у нас можно, раньше так работало, у нас был чувак, который по одному даже мог делать, у меня вот кружка есть, там она как раз МВИПД, вот чел делал, вот у него там какая-то своя контора, он по одному вообще, чехлы на телефон делал, кружки там, какую-то ещё хуйню, вот, сейчас что-то он, что-то как-то это всё пожухло, ну мне, честно говоря, в принципе и лень особо этим заниматься, мне как-то пихуй. Теоретически можно замутить какой-нибудь мерч, там, Моисея Великанова, но, опять же, я, ну, как-то не знаю, не вижу для себя много смысла, то есть пусть лучше те, кто хочет сделать себе, кто хочет тысячу рублей каким-то образом потратить на Моисея Великанова, пусть лучше мне задонатит её, вот, блядь, футболки сами себе делайте, бля, на всемайки.ру, там, или где-нибудь ещё, флешки, брелки, значки, флешки. А мне, типа, ну какая разница, я, типа, 500 рублей потрачу на футболку и, там, 500 рублей получу, можно я лучше просто 500 рублей получу? Флешки с эротическим контентом и так далее. Следующий пункт, к столу с мерчем, чтобы они его купили, это супернормально, и ещё обязательно во время концерта сделайте несколько объявлений со сцены о том, что можно купить ваши футболки, диски, брелки, значки, флешки с эротическим контентом и так далее. Следующий пункт, друзья, очень сложный, это звукорежиссёр. По моей практике большинство звукорежиссёров в маленьких клубах, маленьких концертных площадках, они всё-таки не профпригодны. Без обид кому-либо, но в таких заведениях работают либо звукорежиссёры с очень маленьким опытом, и, как правило, они просто не знают, как настраивать звук, и звук на всех их концертах одинаково плохой. Хотя, блядь, вот я как-то хуй знаю, ну, короче, вероятность того, что там работает непрофпригодный хуй, она есть, и она велика, скажем так. То есть, ну, короче, даже совершенный лабух может работать. Например, я. То есть, даже просто, ну, как бы, вот, понимаете, прям совсем маленьких клубах, особенно ещё какое мероприятие. Ну, вообще, в Мьюзе, в Мьюзе, ну, нет, все прям, все с образованием высшим, и все очень опытные профессионалы. Ну, то есть, одного я знаю точно, что он, как бы, работает больше, можно сказать, в Мьюзе, но, скажем, раз в неделю или там раз в две недели у него какой-то вот, типа там, другая движуха, где он там что-то вот, ну, короче, играет в каком-то чуть ли не оркестре, где платят там сумму такую, что и, ну, сопоставимую, скажем так, с тем, что платят в Мьюзе. То есть, грубо говоря, при этом за две недели. Да, то есть бывает, ну, то есть там, грубо говоря, не знаю, я цены назову ни в рублях, ни в долларах, условно просто, чтобы вы поняли разницу. То есть, грубо говоря, в Мьюзе пускай платят 20 тугриков, да, там за смену, предположим, да, а там платят 300 тугриков за там одно деяние. Предположим, вот как-то так это может быть. Вот, ну, соответственно, ну, как бы тут как постоянная движуха такая, да, более-менее, относительно в Мьюзе, а, соответственно, там вот в других местах она то есть, то да, то нет, то не совсем, то вот как-то вот, ну, как-то так. Ну, понимаете. Ну, не всегда, понятно, не всегда это так вот, как говорит Лёха из Бао. То есть, вот я, например, я как бы, ну, такой лабух из музыкантов, который там как-то что-то научился, да, и то есть я пришёл в звукорежиссуру из музыканства, и, да, опять же, есть люди, которые наоборот это очень ценят, то есть кому-то вот именно более даже там комфортно, не знаю, со мной работать, потому что я хоть и, может быть, и туплю, но я понимаю просто, что каждый музыкант хочет. Я сам как мультиинструменталист, если я барабанщику делаю, я понимаю, просто я сам понимаю, как барабанщик, что бы я на его месте хотел себе, и, а звукорежиссёры, они нередко, ну, не умеют играть ни на чём, или играют на чём-то одном, и, соответственно, ну, там с этим могут быть тоже какие-то вопросы, но с другой стороны, то есть они как бы всё-таки могут быть профессиональнее в плане, в плане всякого. Ну, короче, ребят, нет, тут, как говорится, по-разному. короче, да, что он хотел сказать? Либо работают звукорежиссёры, которым на всё насрать, они... А, вот это да! Вот это точно, да! То есть, это вот у нас так. Уже отчаялись, устали, и им просто наплевать на то, как... Ну... Блин, ну, честно, нехорошо, конечно, так говорить, наверное, неправильно, но честно, да, честно, да, то есть, ну, в мюзе, мне кажется, вот больше тех, кому насрать, чем тех, кто не профессионал, то есть, ну, как бы это насрать, знаете, оно такое, абсолютно нормальное, ну, типа, блядь, как, ну, как любому человеку, там, в то или иное время, там, чуть-чуть поднасрать, ну, ну, просто без этого насрать, невозможно сохранить психическое здоровье, ну, типа, вот даже вот как психиатр, да, он работает с долбоёбами всё время, и ему нужно вот, ну, немножко вот похуизма такого, ну, да, 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 ну, вот он кричит, беснуется, там, хуйнёй занимается, а ты, да, да, конечно, хорошо, хорошо, Вадечка, Вадечка, да, Вадим Юрьевич, вот скажите, пожалуйста, значит, вы помните ваши, как меня зовут, да, то есть, вот это вот такое вот внутренний дзен в этом плане, вот, познать похуизм, потому что, если ты будешь переживать из-за каждой хуйни, и тебе будет не насрать, ты, блядь, просто себе всю нервную систему испортишь, в маленьких клубах, где постоянно, долбоёб на долбоёбе, долбоёбе, долбоёбе погоняет, вспомните хотя бы мою историю с саксофонисткой, мандящей, да, то есть, ну, просто, если там не познать дзены, если там просто вот не с каменным ебалом, да мне похуй, блядь, вот, не сидеть, но при этом в ответственный момент, естественно, включиться и что-то порешать всё равно надо, если как бы там так не делать, ну, такое, но вообще да, то есть, как бы, либо, бывает, да, что и там, бывает и что полный лабух, которому насрать, может быть, в маленьком клубе, и это я уже могу сказать даже, там, как музыкант уже, который, ну, понимаете, короче, да, ладно, дальше что? Вы прозвучите, поэтому, друзья, я всегда, если вы хотите своим слушателям подарить радость и удовольствие от вашего концерта, и сделать хороший звук, я всегда советую нанять звукорежиссёра, только, друзья, это должен быть не там какой-то друган, который два раза в жизни видел пульт, это должен быть действительно профессиональный звукорежиссёр, в Москве профессиональный звукорежиссёр, а это хуйня тоже полная, потому что ты можешь нанять профессионального звукорежиссёра, а он, блядь, так же придёт, ему будет так же насрать, и он будет так же, ну, там, такой же лабух на самом деле, то есть, нередко бывает, что профессиональный, ты думаешь, что это там, грубо говоря, ну, не знаю, заплатил потороже, и будет охуенно, не всегда, вообще нихуя не всегда, то есть, цена не влияет на качество совершенно, и цена не влияет на непохуизм, ну, то есть, вот, как понять профессиональный, самое лучшее, вот, самое лучшее, это шарящий, вот, хорошо шарящий фанат, наверное, и даже не обязательно супервысокий профессионал, ну, просто разбирающийся, и фанат, и при этом, который понимает, как надо, понимает группу, и желательно, чтобы он несколько раз, соответственно, прогнал с вами что-нибудь, и понял, что да как надо, какие где проблемы, ну, такое, то есть, как раз друган, ну, друган такого, вот, там, как бы, понимаете, и опять же, эти друганы ещё, ну, они не всегда со спецификой помещения могут быть ознакомлены и понимать проблемы, скажем так, этого, там, места, этой акустики и так далее, и как их решать, так что тут такое вот, ладно, дальше. Такой режиссёр за один вечерний концерт, такой вот небольшой, где ему не надо привозить какое-то своё оборудование, нужно просто приехать самому и настроить звук, такой звук режиссёр возьмёт от 5 до 10 тысяч рублей. От 5? 5 это, ну, 5 это очень, как бы, заебись. Мне не платят 5 за смену, как бы, чтобы вы понимали. Блядь, никому в Мьюзи не платят за смену 5. Не знаю, ну, за какой-нибудь, нет, теоретически, за какой-нибудь очень лютый, типа, корпоратив, кто-нибудь может, там, зареквестить себе, типа, потому что дешевле не может стоить на корпоратив, которых в Мьюзи по сути нет, потому что это концертная площадка. Да. То есть, ну, есть такая вот, такая вот чуть ли не там история, что вот звукорежиссёрный корпоратив, именно на такие вот какие-то мероприятия стоит дорого, да. Ну, нихуя, что-то 5 тысяч, блин, просто приехать, покрутить, 5 штук. Я готов за 4. Ну, с другой стороны, да, я и не, и не профессионал особо. Ладно, дальше. Если вы собираете хотя бы 50 человек, я думаю, это оправданно. Не знаю. 5 тысяч, если собираешь 50 человек, если 50 человек, допустим, по 100 рублей скинутся, то есть, блядь, вот как бы каждая сотня рублей в 50 этих людях будет звукорежиссёру, типа, очень хорошему, ну, как бы, ну, при том, что чаще всего, если 50 человек, ну, тот же Мьюз, нормальная площадка для 50 человек, ну, ты там просто тупо, вот, лучше, чем там можно, ты не сделаешь всё равно, и в любом случае там кто-то будет дежурить, то есть, не может быть такого, чтобы звукорежиссёр, ну, чтобы клуб открылся без клубного звукорежиссёра, то есть, в Мьюзе такое не может быть, в любом случае, кто-то должен сидеть, ответственный за оборудование, следить за тем, чтобы пиздец там не произошёл, свиста не было, включить всё изначально, выключить всё в конце, то есть, досидеть это вот как смену такую, да, и он в любом случае получает тоже свою зарплату, и эта зарплата, она тоже как бы включена, ну, чаще всего либо в аренду, либо в бар, то есть, в условия, которые, соответственно, выполняет этот самый организатор, ну, и тогда как бы, блядь, ну, хуй знает, я не уверен, что от 50 имеет смысл заниматься такой хернёй, ну, блин, мы с рифом не делаем никогда, но с другой стороны, у нас как бы и звук через жопу всегда, и на сцене, и хз, может быть, было бы здорово, да, ну, блядь, там просто не такие бабки ещё варятся-то, чтобы вот реально, ну, от 50 человек своего звукача, хуй у вас знает, ладно, что дальше? В других городах это может стоить 2-3 тысячи рублей, ну, может, до 5, вот. Ну, тоже, блядь, хорошо всё равно. Друзья, это очень важно, потому что, если человек профессионал, это его работа, и вы ему платите за конкретное вот мероприятие, скорее всего, он постарается и сделает хороший звук. Как найти хорошего звукорежиссёра, я думаю, что всё-таки желательно, это сделать по каким-то знакомствам, связям, поспрашивать, узнать или вспомнить какой-нибудь концерт, где был хороший звук, и навести справки, кто его строил. Ну, в общем, найти концы несложно. Все звукорежиссёры, которые работают на концертах, они заинтересованы в том, чтобы получать работу, и, соответственно, их... Чуваки, за 5 штук, блядь, зовите меня, я вам порулю за 5 штук. Ну, как бы, не, я не не выдающийся, супер-мега-профессиональный пиздец, какой эксперт, но зато я тот самый Моисей Великан. Блядь, за 5 штук, за вечер, ну, как-то я не... Блядь, может, я вообще зря всей этой хуйней занимался, надо было на звукача учиться, по-человечески. Контакты обычно доступны, и они открыты к сотрудничеству. Бронировать звукорежиссера советую не позже, чем за месяц. И вдогонку к предыдущей... За месяц? Не знаю. Я не люблю такие долгие планы, на самом деле. Лично я вот про себя могу сказать. Курка Пэйн, приветствую. Теме — это оборудование. Как я уже сказал, нужно прийти в клуб, нужно посмотреть, что там реально есть, потому что райдер на сайте... Заметано 4, я за что обращаюсь, пишет Роман Асаев. Ну, окей, окей, окей. ...группе ВКонтакте, он часто не совпадает с тем, что есть в действительности. Канал Пожух? Почему Пожух? Все в порядке вроде. ...состояние аппаратуры, понять, вас это устраивает или нет. Сейчас YouTube все-таки отлагал, то есть он перестал мандить и начал меня выводить в поиски, нормально хотя бы, появляться стал стрим. Я не знаю, почему он не появлялся, но теперь появляется. То есть я, видимо, поправил чуть-чуть описание, может быть, матерные слова надо было убрать, может, чё. Понятия не имею, в чём проблема, но в итоге всё как-то вот отжухло. Нет. Достаточно ли вам того, что там есть, если недостаточно, арендовать или довести своё. Посмотрите, сколько директ-боксов, посмотрите, сколько входов на сцене, посмотрите, сколько линий мониторинга, какие барабаны, в каком состоянии их пластики, что за комбики, звучат они, не звучат, есть ли микрофоны подзвучки, что за пульт, все эти моменты, что за парк микрофонов. Все эти моменты нужно обязательно уточнить заранее и, как я уже сказал, чего вам не хватает, привести. Если вы ничего в этом не понимаете, передайте. Вот. Это всё надо делать, если тебе не поебать. Вот. На самом деле, топовые чуваки, вот опять же, музыканты есть такие, которые вот познали дзен, им на всё поебать, на всё похуй. Такой, так, два комбика есть? Да. Барабаны есть какие-то? Ну да. И басовый комбик, да? Ну да. Один микрофон есть хотя бы? Ну есть. Мониторы даже есть? Да, даже монитор. Ну и всё, похуй. Всё, мы готовы, блядь, выступать. А так реально, ну, то есть, ну, как бы, зависит всё равно, да, от сложности самого действа. Ну, конечно, если у тебя три вокала, надо узнать вообще, можно это замутить или нельзя. Конечно, если ты, блядь, без мониторов не можешь, ну, блядь, уточни, сколько линий там и так далее. Вот. А так, как бы, ну, блядь, это тоже, опять же, то есть, я не уверен, что так сильно загоняться имеет смысл. Берите эту информацию вашему звукорежиссёру, он скажет, чего недостаточно, что нужно где-то, значит, надыбать и привести с собой, чтобы результат улучшился. К сожалению... Барабаны, блядь, в любом случае, то есть, как на любую репбазу. Типа, если чё, то, ну, по-хорошему, не полагается, чтобы в клубе была бочка малая и тарелки свои. Не везде, но иногда это могут дать в аренду, а так вообще вот это вот. А то некоторые реально приходили, а чё за херня, почему у вас, блядь, малого барабана нет? Ах, хуя ли он должен быть, блядь. Дальше, ладно, что? В клубах небольших очень часто оборудование невысокого уровня, и его не хватает. К счастью, уже прошло время аналоговых пультов, и в большинстве клубов пульты цифровые стоят, это супер круто, но это не всегда происходит. У нас так. Иногда всё-таки там стоят супер трэшовые пульты, вот, поэтому нужно всё это прочухать заранее и максимально подстраховаться. Ну и последний, наверное, совет, друзья, это ещё раз, уточните время саундчека, когда вы можете приехать на площадку и начать... Ну, короче, в мюзе так, с шести до полуночи, или там... Ну, короче, ты... Обычная смена это шесть часов. Вот. Обычно она с шести до полуночи, иногда это ночь, с полуночи до шести утра, иногда это дневная бывает, там, с двенадцати до шести, ну, как бы по-хорошему так вот тоже, в принципе, можно. если ты... Вот смена и плюс дополнительно пару часов, ну, за это что-то доплачиваешь и всё. То есть, а так обычно, ну, то есть, вот, допустим, как я делаю, то есть, с расчётом на всё-всё-всё-всё-всё, вот прям вот, чтобы с запасом. В шесть часов приходит только персонал. Соответственно, у меня... То есть, я тоже там прихожу в шесть, в шесть-десять. Вот. Это если я прихожу как выступающий, не как звукорежиссёр. Если я персонал, то я тоже прихожу, соответственно, в шесть. Включаю пульт, включаю потом всю хуйню, включаю музон и, блядь, сижу-пержужужу. Жду. Если я прихожу как выступант, то я, соответственно, в шесть пришёл пока, потом переоделся, потому что, ну, там, я буду ходить всё равно в одежде не уличной, а там, либо концертной, либо в той, в которой мне не жарко. То есть, в зависимости... либо рабочая. То есть, у меня ещё есть специально вот для работы. Ну, в шортах я не хожу, всё-таки уже по клубу. Ну, вообще так не полагается, конечно. Сейчас у меня вот штанцы специально есть ходить в клубе. Перебываюсь там, всё, что-то разложил, расхуил. Ну, соответственно, потом потихонечку я перехожу на сцену и там вот вся хуйня, муйня начинается. Сейчас, прошу прощения, на паузу поставлю. Ща-ща-ща-ща-ща. Короче, всё-таки вернёмся в наше нормальное положение. Звонят не соседи, но соседи, короче, как я уже сказал, да, зрителям между паузой, что по квартире по этой соседней комнате человек уснуть не может, поэтому давайте дверь закрою и, соответственно, орать буду, как прежде, вот, но с закрытой кабинкой. Ну и, соответственно, иногда проветривать-то, конечно, надо будет, но тогда я буду чуть тише говорить, пожухать. Так, чё? Остраивать оборудование, проводить саундчек. Это супер важно сделать. Супер важно сделать это заранее, чтобы не ездить по ушам вашим уважаемым слушателям. Опять же, это зависит от того, какое мероприятие. Если там выступают три группы и ты, допустим, вторая группа, то особого смысла приезжать заранее чекаться лично я не вижу. Думаю, лучше спланировать мероприятие так, чтобы между, ну, короче, было дополнительное, там, вот, полчаса между, не знаю, между, между группе, да, чтобы вот в это время всё как следует, прям, зачекать как следует, вычекать, так сказать, да. А если ты единственный выступающий или ты первый, допустим, ну, тогда почему бы не приехать заранее, чтобы выиграть время и так далее и почекать как следует и, соответственно, вот, чтобы всё было чётенько, хуётенько. Ну, я думаю, как-то так. Ладно, дальше что? В идеале саундчек заканчивается за 15 минут до открытия дверей клуба. Ну, если ещё раз, если ты есть единственная группа, да, как бы, которая выступает. Люди заходят, всё уже стоит на сцене, звук настроен, люди рассаживаются за столики, покупают в баре пиво, короче говоря, имеют кайф, расслабляются, звучит приятная фоновая музыка, вы им вот этим бочкой, пф-пф-пф, ну да-да-да-да. Спасибо, малый, вы этим, короче, им, блин, слушайте, анекдот, короче, на эту тему вспомнил. Лежит, короче, звукорежиссёр дома на диване, и на кухне жена молотком делает этот бивной, такой, ду-ду-ду-ду-ду-ду. Он лежит, лежит просто с своим, тут она раз, перестала, он такой, спасибо, теперь малый. Вот. К чему? Ну, у нас в мюзе только бочка есть, подзвученная, у нас всё остальное не подзвучено. Вообще, да, нормальный анекдот, нормальный. Так, Отчекаться нужно заранее, всё проверить, и почему я на этом настаиваю? Вам нужно знать точно, во сколько откроют двери, чтобы вы могли внести оборудование, и во сколько придёт местный звукорежиссёр, чтобы он вам включил оборудование. Обычно это не одно и то же время. И нужно этот момент прояснить, уточнить. У нас бывают опизданты иногда, бывали, вернее, не бывает особо. Я лично не опаздываю. И чтобы всё было чётко по графику. Типа, почему в том числе, почему я вписался? Ну, потому что, короче, ладно, это тоже подноготная история, неважно. Ну, бля, был один, допустим, вот звукорежиссёр, он прям, ну, как бы, звук очень здорово рулит, но, блядь, опаздывает. Друзья, на этом мои советы всё. Ну, там, типа, не пиздец, но, ну, один раз был прям вообще пиздец. То есть, минут на сорок, ну, это прям страшно. Вроде бы я всё охватил, если чего-то я забыл, пишите в комментариях, отвечу вам в комментах, мне несложно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, это очень помогает развитию канала. Паргаритмы Ютьюба продвигают его в рекомендованные, растёт число подписчиков, а меня это очень стимулирует делать новые видео. Стимулирует. Меня слово стимулирует, это ассоциируется с жопой. Тема хороших, удачных концертов. Тема, если интересная, пишите ваши вопросы, сниму какие-то дополнительные видосы. Ну и на сегодня всё. С вами был Лёха Избал. Пока-пока. До новых встреч. Но подстраховаться мои ебанутые соседи решили передвинуть свой шкаф с гантелями только что. Я прошу прощения за испорченный дубль. Я сейчас начну сначала. Да. А я в Изоруме мне похуй, даже если кто-то что-то будет прямо в комнате передвигать, я... Не, ну как, ну, наверное, наверное... Если кто-то в Изоруме будет стучаться, я, наверное, услышу. Всё, ребят, вот такая вот хуйня. Часок я реагировал, нихуя себе. Ну, как бы, извините, да, вот, допустим, сравните, блядь, я на Маклауда трачу, блядь, там, час вообще, бля, за 200 рублей бывает. А то и меньше, да. Скажется, 100 рублей там как-то вообще за час получилось. Ужасно, да. А тут, как бы, получается, за 500 рубчинских донатов я реагировал, соответственно, вот, час 10. То есть тоже, это я так просто о своём, о девичьем рассказываю, да. То есть, ну, чтобы просто подписчики, те, которые там, вот, макляку любят донатить, не обижались, если я вдруг всё-таки скажу, что, бля, ребят, хуйня, давайте по 20, там, или по 15. Вот. То есть, вот некоторые, некоторые реакции у меня занимают немного времени совсем. Типа бывает, что, и причём человек доволен тем, что он мне просто кинул, посмотри клип. Я, блядь, посмотрел, типа, клип длится 5 минут, со всеми моими комментариями вместе взятыми он длится 7 минут, и, блядь, у меня там 100 рублей, допустим, уже за это. И человек такой, на, заебись, ещё посмотри, ещё 100, блядь. И так вот там, не знаю, блядь. Ну, понимаете, то есть, вот, это, короче, да, я, как обычно, о своём хуём моём. Вот. Видос заканчиваем, стрим продолжаем, ждём от канала Звук в руках обязательно новый контент. Я с радостью, как говорится, буду реагировать. Особенно приятно, что сам, так сказать, автор канала тоже, судя по всему, моим реакциям рад. То есть, типа, я по-хорошему такой говнопаразит сраный, да, должны быть мне, соответственно, как это называется, должны не радоваться мне в основном те, на кого я реагирую. Ну, вообще здорово, здорово, прям реально, люди, люди сами рады, блядь, что я на них реагирую. Вообще пиздец, просто какая-то хуйня. Спасибо, в общем, ещё раз Роману Исаеву. Собственно, видос на этом заканчиваем, стрим сейчас хоть и поздно, но продолжаем. Субтитры сделал DimaTorzok